Сегодня разберёмся, как выбирать зернёный творог. При производстве зернёного творога сам творог изготавливается из обезжиренного молока, то есть массовая доля жира у него низкая. А массовая доля жира готового продукта, который залитый в сливках, будет уже определяться массовой долей жира именно самих сливок. Творог напитывается вот этими сливками и уже повышает свою жирность. На прилавках он появился недавно, но это никакой не ноу-хау. Первыми его распробовали древние римляне. Его солили, добавляли мёд, а иногда запивали вином. Если говорить о пользе обычного творога или зернёного, я не думаю, что стоит сравнивать эти два продукта. Во-первых, они производятся по различной нормативной документации. Они имеют аргонолептические, то есть вкусовые характеристики разные. По содержанию кальция, по содержанию витаминов они практически не будут ничем отличаться. Поэтому здесь сугубо предпочтение самого потребителя, какое им больше по душе. При производстве зернёного творога в молоко добавляют сучужный фермент и происходит створаживание или образование сгустка. Используется определённое воздействие уже на образованный сгусток для того, чтобы сформировалось вот это вот плотное зерно снаружи упругое. Это когда повышаем температуру, чтобы козин сверху как бы заварился, да, образовал плёночку. А внутри у нас будет мягкая консистенция, приятный нежный творог. Когда вы купили такой зернёный творог, само зерно должно быть упругое. Когда вы его сжимаете, оно не должно разваливаться между пальцами, но и при растирании оно должно хорошо растираться. Это будет говорить о качественном произведённом продукте. Прежде всего нужно обращать внимание на состав. Качественный зернёный творог помимо сливок, молока, закваски, ферментов и соли имеет в составе хлорид кальция. Не стоит пугаться его названия. Это у нас в обычной соли поварено натрий хлорид. То есть там тоже содержится хлор. Это обычная кальцевая соль. Не добавляя хлористый кальций продукт, у нас есть опасность получить более мягкой консистенции творог. Итак, при выборе зернёного творога в сливках важно обращать внимание на срок годности и наличие в составе хлорида кальция. Остальное уже дело вкуса. Теперь вы знаете, как правильно выбирать зернёный творог.